МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Урок оптимизации, почему в Харьковской области сокращают классы и где ученикам придется получать образование. Под дверями саммита в Гамбурге продолжают считать раненых полицейских и арестованных активистов. Стрельба в Киеве. Сегодня ночью на окраине столицы неизвестные пытались вырубить часть леса под застройку. Местные жители решили остановить произвол. После словесной перепалки последовала стрельба. Чем закончился конфликт, выяснял Александр Васильченко. Поваленные деревья, перекрытая дорога, несколько протараненных легковушек и расстрелянный грузовик. Это последствия ночного конфликта между жильцами поселка Водогон под Киевом и представителями компании-застройщика. Несколько десятков неизвестных в 4 утра начали валить лес. Виктор одним из первых пришел на место происшествия и вызвал полицию. Я говорю полиции, будь ласка, обратите эти люди, обратите внимание. Они на это не внимания. Тут проходило их человек 10, уходило из выцельских самовольщиков. Они тоже на это не обратили внимание. Я почувствовал там, в той стороне, выстрел. Чудом остался жив, говорит Андрей. Мужчина пытался остановить вырубку леса, пока один из организаторов не достал пистолет. Далее все происходило, как в боевиках. На дороге появился грузовик, за рулем местный житель. Он протаранил несколько легковушек. Полицейские открыли огонь. Однако у местных жителей своя версия. Утверждают, мужчина пытался перекрыть дорогу лесорубом. После того, как полицейские прострелили колеса, грузовик потерял управляемость и протаранил несколько автомобилей. Во время перестрелки никто не пострадал. Силовики задержали водителя и троих организаторов вырубки леса. Среди них и стрелявший. У него нашли травматический пистолет. На месте происшествия оказался адвокат, якобы компании застройщика. Его автомобилю тоже досталось. Защитник так и не объяснил, что он делал в лесу в 4 утра и кто его клиент. Я здесь нахожу в связи с предоставлением правовой помощи. В рамках договора о предоставлении правовой помощи. Своему клиенту. Где ваш клиент? Я не знаю, где он сейчас. Он тут был в четвертиранном? Смотрите, в данном случае вы задаете одни и те же вопросы. Война за лакомый кусок земли в лесу на окраине Киева длится уже около 10 лет, говорят люди. Этот участок продали еще во времена Леонида Черновецкого. После чего собственник менялся несколько раз. В последнее время компания застройщик перешла к более решительным действиям. 5-го числа они вырезали более 60 деревьев. После вчера они вырезали еще 49 деревьев. И, по-моему, 35 деревьев сегодня. Однако, кто стоит за вырубкой леса и кому принадлежит земля, местные активисты не знают. Контора, которая занимается продажей земли, здесь находится буквально в 10 метрах от того места, где сегодня ночью валили лес. Местные рассказывают, что после инцидента здесь поспешно сняли вывеску. И сейчас в офисе никого нет. Жители поселка утверждают, что те, кто завладел землей, действуют незаконно. Поэтому люди намерены бороться против вырубки леса и его застройки. Мы не хотим, чтобы вырубывали эти деревья. И мы не дадим тут у людей, которые хотят эти забудовники. У них нет ни одного дозвола, который дает им право заниматься тут строительством или вырубкой леса. Уже позже активисты сообщили, что водитель, протаранивший 4 легковушки, находится в больнице. Полиция пытается установить, был ли в его крови алкоголь. Зато одного из организаторов вырубки леса, который и открыл огонь по местным жителям, уже выпустили из полицейского участка. Александр Васильченко, Василий Миновщуков, подробности, телеканал Интер. Необолонью единой продолжаются разборки и на политическом фронте. Вчера советник министра МВД Илья Кива объявил о том, что возглавит политическую партию. И не какую-нибудь, а социалистическую. Правда, сами партийцы назвали это фейком, после чего в соцсетях поднялась волна политического троллинга. Подробности выясняли наши корреспонденты. Заявление, которого никто не ждал. Илья Кива, советник главы МВД, утверждает, что видит себя в большой политике, а именно у руля соцпартии, которую он якобы возглавил. Я принял пропозицию осуществлять социалистическую партию Украины. Это одна из самых известных украинских партий, с самых дальней партийной историей. Ответное решение было стойное ухваление на съезды партии. Почему я делаю этот шаг? Я уверен, что самыми политическими способами можно удосконалить и реформировать государственный аппарат. Полегшить жизнь трудящих. Вот только в самой партии об этом ни слухом, ни духом. В СПУ съезд даже не анонсировали, а информацию Кивы называют банальной махинацией. Уже обратились к президенту за поддержкой. Пора покинчить и с этим бандитством, и с этим рейдерством. Позже в СМИ появилось видео псевдосъезда. Как утверждает нардеп Сергей Каплин, его пытались провести бывшие руководители партии, которые после решения высшего админсуда юридически самозванцы. Следовательно, назначение Кивы фейк. Рейдерское захопление руками Авакова, руками Турчинова, руками Яценюка. Вони активно готуються до наступних парламентских выборов. Окремо хочу заявить, що спілкувався з керівництвом справжньої социалістичної партії и справжніми лідерами, членами Политрады цієї структуры. У них позиція наступна. Вони заявляють, що нещодавно партия выиграла всі суди, выгнала своїх рядів тих, хто намагався раніше вкрасти цю партию. Тем временем назначение или псевдоназначение Кивы в соцсетях вызвало волну шуток и фотожап. Мы собрали только самые яркие высказывания. Лариса Иванова, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Восстановление территориальной целостности Украины остается приоритетом для Соединенных Штатов. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тилерсон во время встречи с президентом Петром Порошенко. Координировать выполнение минских соглашений будет специальный представитель Курт Волкер, заявил Тилерсон. Петер Порошенко, в свою очередь, призвал Москву к разоружению военных бандформирований на востоке нашей страны. Также глава государства заявил, что достижения мира в Украине лидеры стран Нормандской четверки планируют обсудить на очередных переговорах. Они должны состояться до конца текущего месяца. От первого контракта на наивысшем уровне мы очень быстро перейшли к практической работы. Перейшли четко, скоординованно, прагматично и организованно. Если Москва не хочет в чергово смирновать шанс, я уверен в том, что ей стоит пристать на логику, которую получаются все другие участники нормандского формата. Я ясно говорил во всех дискуссиях с российскими лидерами, что очень важно для России сделать первый шаг к деэскалации конфликта на востоке Украины. А именно уважать режим прекращения огня и отвести тяжелое вооружение, позволить сотрудникам ОБСЕ продолжить исполнение их обязанностей. Мы будем координировать наши действия с Нормандской четверкой, а также Российской Федерацией, чтобы достичь прогресса. Мы призываем Россию уважать соглашения, достигнутые в Минске, а также повлиять на подконтрольные группы боевиков, остановить насилие в Восточной Украине. В то же время ответственность как за внешнеполитическую, так и за внутреннюю ситуацию в стране, а также выполнение минских соглашений несет украинская власть. В этом уверены представители оппозиционного блока. В полициле говорят, в условиях отсутствия реальных успехов в борьбе с коррупцией, власть давит на оппозицию. Именно поэтому в оппоблоке призывают политиков прекратить репрессии и противозаконную деятельность радикалов. А кроме того, взять под контроль все случаи давления на СМИ. В стремлении сохранить и защитить свои границы поддержал Украину генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Об этом он заявил во время встречи с премьером Владимиром Гройсманом. Политики обсудили программу гуманитарной помощи стране. В ней, по словам премьера, нуждаются почти 2 миллиона украинцев. Генсек ООН, в свою очередь, уверил, Украина может рассчитывать как на гуманитарную помощь, так и на дальнейшую поддержку в вопросе проведения реформ. Хочу подякувать вам за высокий уровень нашої взаимодії в гуманитарных питаниях. Мы высоко ценуем гуманитарную помощь. Хотел бы еще раз подкреслить, что мы с вами решим гуманитарные проблемы, именно потому, что Россия приняла решение не дотримовать никаких норм и нижнего права, не поважать суверенитет и развязать войну против демократичного света, и, в частности, против Украины. ОБСЕ поддержала резолюцию Украины о восстановлении мира на Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по-прежнему осуждают временную оккупацию Крыма и призывают Россию прекратить поддержку террористической деятельности в Украине. По требованию ОБСЕ российская сторона должна вывести с территории Донецкой и Луганской областей все вооруженные формирования. В организации отметили, что требования включат в Минские соглашения. Последние сутки в зоне АТО снова неспокойно. Боевики били в районе Широкино, Павлополя и на Луганском направлении в районе Авдеевки. Там ранения получили двое украинских военных. На передовой находится мой коллега Геннадий Вивденко. Ночью в районе Авдеевской промзоны перестрелки – это обыденность. Они начинают, они боятся. Пока, вот ты сидишь, бой начинается, они первые. Отстрелялся, отстрелялся, ты прибегаешь, он уже обосховался. Ты просто лежишь, ждешь, когда он выйдет. Двое бойцов в районе Авдеевки были ранены, но в целом ситуация к северу от города стабилизировалась. После поражения боевиков под Каменкой украинские войска взяли ситуацию под контроль. На данный момент мы полностью эту зону контролируем, просматриваем, закрепились там. Они вернулись на прежнюю свою точку, на свои прежние позиции. И в дальнейшем их, конечно, оттуда тоже надо будет выбивать, выгрызать. Почему? Чтобы не было возможности такого близкого контакта. Теперь противник окапывается, боясь возможного украинского контрудара. Наращивают усилия инженерам оборудования своих позиций. Постоянно копают, роют, используют инженерные боеприпасы для углубления, подвозят дерево, доски, всевозможные, ну вы понимаете, эти все материалы, из которых потом строятся, оборудуются блиндажи, траншеи. На позициях под Каменкой отчетливо видны следы недавних боев. Садоводческий кооператив «Акация» под поселком Каменка. Сразу видно, люди тут жили состоятельно. Теперь в основном одни развалины. Противник использовал танки и крупнокалиберные минометы. Прикрываются домами мирных жителей и зданием стратегически важного для обеих сторон объекта Донецкой фильтровальной станции. Она снабжает водой и Авдеевку, и оккупированный Донецк. Они выезжают со стороны крутой балки, там, где есть местное население, как говорят. Куда непосредственно огонь нам запрещено идти. В ту сторону мы не стреляем, так же самое, как ДФС считается серой зоной. Честная станция, по которой мы так же самое не стреляем. По факту оттуда работают и минометы, и 80-ка, и 120-я. Севернее Тавдеевки, под Горловкой, бойцы, по данным радиоперехватов, под огнем, курсантов российских военных вузов. Эта неделя была напряжена в связи с тем, что работали курсанты спецакадемии. Проходили тут просто практику. Они отправляют тут боевые условия, все это, и корректировка их, тоже курсанты проходят. Ну, нормально все. Головное, в панику не падать. И гнать пи***и от себя. На наша земля. Напряжение на Донецком направлении не спадает, однако украинская армия контролирует ситуацию. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Руслан Ревьюк. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Депутаты Европарламента посетили зону АТО в сопровождении украинских парламентариев, в том числе Марионова и Ирины Фрис. Политики посетили Широкино и пообщались с местными жителями. По словам евродепутатов, увиденное произвело на них неизгладимое впечатление. Однако на этом поездка не завершилась. Группа в том же составе планирует сегодня выехать в Мариупольский центр оказания помощи переселенцам. Два человека погибли и еще один в тяжелом состоянии. Это результат ДТП под Мариуполем. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. По сообщениям правоохранителя, авария произошла около 11 часов утра. Водитель Мерседеса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль. Водитель Джили в тяжелом состоянии госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции. Водитель Мерседеса двигался со стороны Мариуполя в сторону Урзуф. Не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Джили. В результате ДТП водитель автомобиля Мерседес погиб на месте, а также погиб пассажир. В Николаеве перестрелка. Накануне вечером в центре города произошел конфликт со стрельбой. В результате три человека попали в больницу. Двое из них получили огнестрельные ранения, а третий с травмами головы, не приходя в сознание, скончался в больнице. Причина конфликта пока неизвестна. Ни один из участников перестрелки не обратился в полицию. Тем не менее криминалисты нашли на месте стычки, пистолет и семь гильз. В полиции открыли уголовное производство, теперь ищут виновных. Им грозит до 10 лет за решеткой. В некоторых районах Сирии сегодня перемирие. Лидеры на съезде G20 договорились о создании зоны деэскалации конфликта в южной части страны. Подробности в нашем сюжете. Теперь на юго-западе Сирии не стреляют. Сегодня в полдень по киевскому времени в силу вступило соглашение о перемирии. Военные действия останавливают в регионах, которые граничат с Израилем и Иорданией. Режим прекращения огня начал действовать в частности в провинциях Дар-А, Кунейтра и Сувейда. Их называют особенно сложными с точки зрения безопасности. Договоренности о перемирии между сирийским правительством и бойцами оппозиции достигли в ходе съезда лидеров Большой двадцатки в Гамбурге. В переговорах приняли участие представители США, России и Иордании. А вот Израиль, не принимавший участия в официальных переговорах, был бы рад прекращению огня возле своих границ, но беспокоится, что Иран воспользуется ситуацией. Израиль готов приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии, но перемирие не должно открывать путь для военного укрепления Ирана или его союзников. Со своей стороны мы не теряем интерес к событиям за пределами наших границ, при этом твердо придерживаемся красных линий. И не позволим террористической группировке Хазбалла или иранским силам установить наземное присутствие на наших рубежах. Мы будем препятствовать установлению военного присутствия Ирана в Сирии в целом. А тем временем в Женеве готовятся к очередному раунду переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. В них примут участие представители правительства и оппозиционных сил Дамаска, а также Москвы и Каира. Создание зоны деэскалации в южной части Сирии является, конечно, позитивным событием. Организация Объединенных Наций всегда пытается снять напряженность и способствовать деэскалации боевых действий. Думаю, это шаг в правильном направлении. В новом раунде мы будем обсуждать четыре группы тем. В частности, по конституционным и территориальным вопросам, связанных с политическим процессом. Переговоры стартуют уже завтра и продлятся пять дней. Виталий Кушмирук, подробности, телеканал Интер. Водометы и слезоточивый газ немецкая полиция три ночи подряд разгоняла радикалов в Гамбурге. Там проходил саммит глав государств Большой Двадцатки. Протестующие бросали в полицейских бутылки и камни. Как все происходило и каким запомнит саммит Германия, расскажет Елена Абрамович. Гамбург, квартал Шанцен. Тут три ночи подряд проходила сидячая блокада. Участвовали порядка 600 человек. На просьбы полиции покинуть улицы протестующие не реагировали. Позднее правоохранители применили водометы. Зачистками улиц полиция занялась после того, как мирные акции протеста переросли в волну хаоса и насилия. Толпа крушила магазины, в правоохранителей летели. Коктейли Молотова, камни и пустые бутылки. Беспорядки длились три ночи. Предприниматели сами возводили баррикады, нанимали охрану. Полиции, несмотря на беспрецедентные меры безопасности, удавалось защитить далеко не всех. Я заметил полицейские машины, которые ехали мимо нашего дома, на которые сразу же напали. А затем анархисты начали поджигать все на улице. Полиция позволяла им делать это в течение трех-четырех часов, не двигалась. Многие люди просто смотрели, пили пиво, ничего не делали. Это было ужасно. Шокированы с ситуацией не только местные жители, но и президент Германии, который воскресное утро приехал пообщаться с гамбургской полицией. От фото, которое я видел, у меня пропал до речи. Они заставили меня приехать и поблагодарить тех, кто противостоял насилию. Погромы устроили левые экстремисты из так называемого черного блока. Они носят черные одежды и маски на лицах. Группировка объединяет анархистские, левые, антиглобалистские и антифашистские течения. В Гамбург перед саммитом они съехались со всей Европы. По данным полиции, в городе их насчитывалось около четырех тысяч. Речь идет о стратегической подготовке головорезов и анархистов из Германии и со всей Европы, которые готовились к этому полтора года. Об этом было известно сотрудникам службы безопасности и по этой причине правоохранители не разрешали им разбивать лагеря. Именно там велась подготовка к беспорядкам. Добро пожаловать в ад. Под таким лозунгом действовали анархисты. Протестовали традиционно против системы и государства. Из-за беспорядка в Гамбурге за последние три дня ранения получили более двухсот полицейских. Почти 150 радикалов были задержаны, приблизительно столько же взяли под стражу. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Турция может не подписать Парижский климатический договор из-за отказа США принимать в нем участие. Об этом заявил президент страны Раджеп Эрдоган во время выступления на съезде лидеров Большой двадцатки. Все из-за того, что выход американцев из соглашения ставит под угрозу финансовую компенсацию для Турции. Возврат некоторых средств по климатическому договору Анкаре обещали перед подписанием документа. Во время выступления Эрдоган также пытался оправдать недавнее задержание журналистов в Турции, которые якобы причастны к попытке госпереворота в прошлом году. Президент подчеркнул во всем, разберется следствие. Большинство из тех журналистов – люди, которые поддерживали террористические организации. Сейчас суд анализирует факты и только когда закончит, сможем принять решение. Я вам отвечу так же, как в основном отвечают политики в подобных случаях. Это дело суда. Место отдыха на море – больничная койка. В Тернопольской области рейсовый автобус с туристами из Прикарпатии слетел с дороги в пропасть. Авария произошла на трассе Ковель-Черновцы. Автобус с отдыхающими направлялся из Коломы в Одессу. Но на одном из спусков водитель не справился с управлением и машину вынесла на встречную полосу. Задев отбойник, автомобиль несколько раз перевернулся и слетел в обрыв. В результате ДТП погибла 25-летняя девушка. Еще пять человек в больнице. Всего в туристическом автобусе находились 55 человек. По предварительным данным, водитель был трезв. За предварительными данными, вероятно, что водитель не обрал безопасной скоростью. Выехал на встречную смугу и на спуску поблизости села Ягильница. Автобус зачепил отбойник. В результате перекинувся и летел в урвище. Сразу после дорожно-транспортной пригоды на месте выехала следовательная группа. За предварительными данными, водитель, который был за кормом, находился в Таверезе. В результате у него все равно взяли вверх крови для переверки на место алкоголя. На данный момент, следует следствие. Отучились 9 классов и на улицу. Жители городка Любатин под Харьковом требуют вернуть детям право получать полное среднее образование. Исполком местного гурсовета решил сэкономить и сократил в двух школах старшие классы. Родители считают, что чиновники решили довести до упадка небольшие школы. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Ученики Любатинской школы номер 6 растеряны. За этими партами они провели 9 лет. Но закончить учебу за ними же не смогут. Городские власти приняли решение 10 и 11 классы в двух местных школах не набирать. Почему? Ни детям, ни родителям не объяснили. Кто-то говорит из-за экономии. Кто-то говорит из-за того, что в первой гимназии или в какой-либо большей школе, чем шестая, будем получать более качественное образование. Ученики пятой школы, которую решением исполкома также урежут до девятилетки, не согласны с тем, что у них плохо учат. Это копия всех наших побед. Тут энергосбережение, побутие на навчальном закладе, эко-будинок. Это теннис. Мы уже три года подряд занимаем первые места. Если здесь не будет 10 класса, до другого учебного заведения, куда придется переводиться, добираться больше пяти километров общественным транспортом. Волнуются и родители о том, что нужно искать другую школу для детей, узнали в середине лета. Отношение в тех школах к нашим ученикам, к нашим детям, которые, как бы, люботин делится на старый и новый, всегда была вражда, и наших детей там будут ущемлять, обижать. Были случаи неоднократные, избиения. Высказать свою позицию ученики решили лично мэру. Вместе с ними идем на прием. Но завидев камеру, Леонид Лазуренко приходит в ярость. Мэр покинул кабинет и согласился общаться с детьми без камер. Но и после встречи так и не удосужился объяснить, что это за оптимизация. Кто никуда, я не знаю, вам могут жаловаться? Мне не жаловаться, у меня нет жаловаться. У всех школ, у наших детей выбор. Вот у нас в Сочине строят школу, там школы нет, нет детей учиться. Начальника Любатинского города на месте не оказалось. Причину сокращения классов мы узнали из ответа на депутатский запрос. В нем сказано, сокращение сэкономит городской казне 209 тысяч гривен. Областные чиновники о проблеме знают, но ничего сделать не могут. Есть городские главы, есть депутаты городской рады, которые принимают это решение. И впливать на это решение мы законодательно никак не можем. Дети же и родители опускать руки не собираются. Пишут письма депутатам, собираются на прием к министру образования и даже в суд. А 1 сентября все равно придут за свои парты. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Бизнес – дело непростое, особенно для тех, кто пытается заработать в Украине. Предприниматели с Прикарпатия, которые занимаются остановкой индивидуального отопления, сообщают о давлении местной власти и уголовном преследовании фискалов. Подробности выясняли наши журналисты. Предприниматель Богдан Пашко – один из первопроходцев в Прикарпатии в сфере тепловой энергетики. Он специализируется на альтернативных видах топлива. Пашко выиграл тендер и отапливает дровами три школы. Утверждает, такой бизнес требует существенных капиталовложений. Эту школу в поселке Абертин Богдан обслуживает уже четыре года. Но вот рассчитываться с ним за предоставленные услуги областные чиновники не спешат. Только по данному объекту ему должны почти один миллион гривен. Но долги – не единственная проблема, утверждает мужчина. Недавно ко всему добавилось еще и уголовное преследование. Буквально на днях у предпринимателя провели обыск. Основные обвинения нет всех разрешительных документов. Подозревают и в присвоении бюджетных средств. Правда, сумму убытка в прокуратуре не называют. Даже без одного документа предприниматели не смогли бы работать, уверяют в Тлумацком районном отделе образования. Ведь все проходит через систему Прозорро. Что-то украсть тоже непросто. Теплощетчик фиксирует. Богдан Пашконий – единственный, кем уже заинтересовались следователи. В их поле зрения попали еще пять предпринимателей. В Ассоциации производителей тепловой энергии предполагают, что таким образом просто хотят списать долги. Ведь область должна им десятки миллионов. Откуда такое пристальное внимание к предпринимателям и планируют ли в области погашать долги, пока непонятно. Мы обратились за комментарием к чиновникам Ивана Франковской облгосадминистрации. Но прошла почти неделя, а ответа нам так никто и не дал. В Канаде объявили срочную эвакуацию и все из-за лесных пожаров. В зоне риска сотни домов, где проживают до 7 тысяч человек. Огонь бушует в лесах провинции Западная Колумбия на западе страны. Сейчас насчитывается до 180 очагов возгорания. Из-за густого дыма пришлось закрыть региональный аэропорт. Причины пожаров пока выясняют. Среди основных версий – человеческий фактор. С очень многими людьми не было связи. Это усложняет эвакуацию. Мы пытаемся оказывать всяческую поддержку здесь, в центре. А самое главное – просим сохранять спокойствие. Во время регистрации люди паникуют и рассказывают, что им довелось пережить. Мы делаем все возможное. Это все новости на сегодня. За развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова